Победителей состязаний по бодибилдингу определяет судейская коллегия. Они оценивают как пропорции и эстетичность тела спортсменов, так и артистичность атлетов. Ведь выступают культуристы под музыку. Среди участников турнира много титулованных спортсменов – чемпионы Европы, мастера спорта. Соревнования проходили в нескольких номинациях. В бодибилдинге в весовой категории до 80 килограммов лучшим стал двукратный чемпион Европы, мастер спорта международного класса Андрей Ермолин, абсолютный обладатель Кубка Чёрного моря – севастополец Олег Кокорин. Недавно спортсмен вернулся с победой с престижных соревнований Кубок Питера и с серебряной медалью с состязаний, которые проходили в столице страны. Поэтому атлету есть с чем сравнить уровень севастопольского турнира. Есть перспективные спортсмены, их не так много. Но, конечно же, скажу честно, что столица бодибилдинга – это Санкт-Петербург. Естественно, уровень спортсменов там лучше и выше. И я надеюсь, что у нас же такой же уровень будет, мы потихоньку прогрессируем, и это радует. В классическом бодибилдинге первое место завоевал севастополец Дмитрий Ищенко. Кроме Кубка и медали, чемпион получил еще и дополнительный приз – комплект спецпитания для подготовки к дальнейшим соревнованиям. Прошел Кубок Чёрного моря и среди представительниц прекрасного пола. Абсолютная победа в фитнес-бикини у мастера спорта Елены Тарасовой. Я выполнила мастера спорта по жиму лежа в двух федерациях, в пауэрлитинге. Но бодибилдинг покорил меня больше. Очень красивый спорт. Я уже выступаю три года именно в этом виде спорта. Все девчонки очень красивые, все соперницы очень достойные. Все, кто в моей ростовой категории. Соревнования прошли на высоком уровне, резюмировал президент федерации бодибилдинга Севастополя Дмитрий Богимов. Он отметил, лучшие севастопольские атлеты сейчас начинают полноценную подготовку к Кубку России. У нас есть спортсмены, которые уже не первый раз выступают, которые стабильно показывают хороший результат. Это Олег Кокорин, это Вадим Ковальчук. Есть у нас очень многообещающий спортсмен Руслан Синица. У нас есть очень заслуженный спортсмен Андрей Ермовым. Он мастер спорта международного класса, то есть он очень опытный спортсмен. И эти ребята, я думаю, на Кубке России покажут очень хороший результат. Кубок России по пауэрлитингу пройдет в Мурманске с 21 по 25 апреля. Святослав Данилов, Владимир Мельянский, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя.